Добрый день, дорогие зрители и друзья канала «Улправда ТВ». Вы смотрите рубрику «Пресс Батва». С вами Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи и репортажи, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты и обозреватели издательского дома «Ульяновская правда». Журналист популярного еженедельника «Народная газета» Надя Акулова беспокоится о запасах сахарного песка на территории нашей области. Из-за жары и редких дождей урожай не удался. Сахара россияне потребляют почти 6 миллионов тонн в год. Прогноз на поставки в этом году достигает чуть больше 5 миллионов тонн. В торговых сетях заверили, что ажиотажа на сахарный песок нет, покупатель спокоен. Ольга Савельева поведала о музее Ульяновского автомобильного завода, которому в этом году исполняется 45 лет. Как рождались знаменитые ульяновские уазики, что такое буханка, как строился и развивался автозавод и многое другое, можно увидеть на постоянной экспозиции музея, который расположен в Засвиярском районе Ульяновска, недалеко от предприятия. Газета провела расследование по животрепещущей теме о том, как в этом году подготовиться к новогоднему застолью. Эксперты говорят, что цены растут и средний чек может увеличиться на 10 тысяч рублей, чем в прошлом году. На каких продуктах можно сэкономить, читайте в разделе «Тенденции». К юбилейным датам издания. Коллеги поздравляют с 55-летием фотокорреспондента газеты Павла Шалагина, с которым бок о бок прошли и идут журналисты издания, начиная от колхозных полей и ферм, мусорных свалок и заканчивая заводскими цехами, стройплощадками и национальными праздниками. А вот непосредственно сама народка через два месяца, 11 января, отметит 30-летие газеты. По этому поводу издание запустило пять читательских конкурсов, среди которых «Я и любимая газета», «Ровесники газеты», «Узнай кто на фото», «Рифмы по газете» и «С народкой по жизни». Подробнее об условиях участия в конкурсах на страницах издания в разделе «Отметим вместе». Это и многое другое читаем в 46-м номере «Народный». Не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах «Любимой газеты». Журналист газеты «Ульяновская правда» Олег Долгов рассказал о том, где окончательно будет установлена стела «Город трудовой доблести». Ее установят на территории Дома культуры имени 1-го мая, около патронного завода Володарского. Место расположения стелы выбрали непосредственно сами горожане путем общественного голосования, в котором приняли участие более 21 тысячи человек. Андрей Маклаев поведал о том, что в регионе запустили в отца приемные для улучшения качества оказания медицинской помощи. С этой целью приобретено 87 дополнительных многоканальных телефонов, работать на которых будут студенты старших курсов УЛГУ и волонтеры-медики. До 9 ноября должны быть созданы облачные АТС и дополнительные телефонные линии в регистратурах. Работа таких приемных контролируется областным Минздравом, чьи сотрудники внезапно выезжают для проверки на место оперативности работы с обращениями и вопросами граждан. Еженедельная газета Ульяновского района Родины Ильича рассказывает своим читателям о том, что Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» доставил груз помощи в виде 600 литров артезианской питьевой воды пациентам и медработникам Ульяновской районной больницы. В этом году «Волжанка» неоднократно оказывала аналогичную помощь другим лечебницам, среди которых Ундоровская участковая больница, центральная клиническая медико-санитарная часть имени Егорова города Ульяновска, центральная городская больница города Самары. Ри продолжает рассказывать о талантливых детях района. Журналист Анна Одинцова утверждает, что детство – это совсем не маленькая страна, а огромная планета, где каждый ребенок имеет свои таланты. Важно бережно и уважительно относиться к детскому творчеству, в каком бы виде оно ни проявлялось. Также журналист подвела итоги конкурса на лучшую куклу-оберег, прошедшего в рамках областного фестиваля «Праздник в усадьбе Ивашевых». Участники представили на конкурс видеоролики, в которых рассказали о значении кукол-оберегов и поделились секретами их изготовления. Подробнее об этом и многом другом на страницах районки. Журналист еженедельно Костромаинские известия Саша Артемьева рассказывает о Всемирном дне борьбы с диабетом, который проходит ежегодно 14 ноября. В этом году актуальность этого заболевания усугубилась пандемией COVID-19. Для людей, живущих с сахарным диабетом и их близких, архиважно принять меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом. О подробных рекомендациях читайте на страницах СИ. Наталья Сашина сообщила о том, что в районе прошел вторичный бум. Школьники Старой Майны собрали макулатуру в рамках экологической акции и тематической недели нацпроекта «Экология». Издание «Новое время» Базарно-Сасганского района опубликовало впечатление участницы хора завода «Теплоприбор» Людмилы Суровой, а руководители вокальной группы «Реченко» из села Должниково Антонине Федоровне Старостиной. Творческий стаж, который составляет более 50 лет. Старостиной сегодня продолжает радовать односельчан своим творчеством, блистая на сцене районного Дома культуры со своим коллективом. Подробнее в замечательном и теплом материале «Зорька Алая» на страницах газеты. В 46-м номере газеты «Канаж» на чувашском языке заслуживает внимания интервью заведующая отдела Центра возрождения и развития национальных культур Ираидой Гавриловой. Она рассказала об итогах интернет-голосования областных творческих конкурсов «Чувашский соловей» и «Голоса талантливых детей», которые прошли в режиме онлайн в конце октября. Газета «Елгат» на мордовском языке рассказывает о великом сыне мордовского народа, всемирно известном скульпторе Степани Эрзя. Творчество великого воятеля началось с раннего детства. В родном доме он наблюдал за вышиванием матери и резьбой по дереву старшим братом. Эти впечатления детства отразились в его творчестве на всю оставшуюся жизнь. Традиционные спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Александр Агапов радуется за 15-летнюю Алену Глотову, которая стала двукратной победительницей юниорского первенства России, прошедшего в Пензе. Это небывалый успех в истории ульянской спортивной гимнастики. Об этом и многом другом подробнее на страницах спортивного вестника. Журналист информационного портала Улправда.ру Алексей Михайлов рассказал о юном ученом из Ульяновска Даниле Мельникове, который стал победителем в международном конкурсе. Воспитанник объединения робототехника Ульяновского детского юношеского центра номер 3 выиграл в конкурсном испытании научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Ученые будущего». Его проект исследования дезинфицирующих средств холодной плазмы и ее применение для повторного использования масок и респираторов стал лучшим. Эксперты высоко оценили уровень подготовки работы и степень изучения специализированной нормативной документации. Новость шок! На мусоросортировочном комплексе среди отходов нашли двух черепах. В одном из бытовяных выпусков в прошлом месяце я уже рассказывала о невероятном спасении ежика из-под пресса мусорной ленты. На этот раз сотрудники регионального оператора горкомхоза обнаружили двух красноухих черепах. Повторяющийся факт обнаружения бедных животных на мусоросортировочном комплексе за короткий промежуток времени говорит о том, что такие случаи происходят систематически. Кто, а главное, зачем таким способом избавляется от животных, неизвестно. К счастью, храбрые Леонардо и Донателло не пострадали и ведут себя активно. После обнаружения черепашек помыли и обогрели. Сейчас для них создаются условия для временного содержания. Андрей Корчагин статистирует заболеваемость простудными заболеваниями у дошколят и взрослых и приходит к выводу, что она снизилась. Со 2 по 8 ноября в области зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 526 случаев меньше, чем недели ранее. Главными героями такого понижения острой респираторной вирусной инфекции стали жители региона в возрасте от 15 лет и старше. На минувшей неделе среди них зафиксировано 7351 случаи простудных заболеваний. Недели ранее в регионе среди взрослых было зафиксировано 7886 заболевших ОРВИ. Также снизилась заболеваемость среди ребятишек детсадовского возраста. Во всем регионе среди детей от 3 до 6 лет на минувшей неделе зафиксировано всего 928 случаев ОРВИ, что на 23 меньше, чем на предыдущей семидневке. Портал МЕЗИ-73 сообщает о том, что в 2021 году 36 родников Ульяновской области будут включены в программу благоустройства охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области. В перечень попали 36 ключей, среди которых родник Сахарной Виновской рощи, Маришка в Ленинском районе и Белый ключ в одноименном селе железнодорожного района Ульяновска. На эти цели из областного бюджета потратить 2,4 миллиона рублей. В Ульяновском дворце творчества детей и молодежи со следующего года появятся новые направления подготовки. Именно с открытия дворца пионеров в далеком 1935 году в области началось становление системы дополнительного образования детей. Все 85 лет дворец был центром притяжения активной, одаренной и устремленной молодежи. Сегодня трудно найти взрослого жителя нашего города, да и области в целом, который никогда бы не был в стенах этой организации или не занимался его кружках и секциях. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах ulpravda.ru и Media73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был нескучный обозреватель Антон Картошкин. До свежего схода грядки пресс-ботвы через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова